Спальные районы Москвы, так называют подмосковные города за МКАДом, такое расположение, безусловно, дает очевидные плюсы. Среди минусов отставание по зарплатам от столицы, инфраструктура и благоустройство. Об этом говорим сегодня с главой городского округа Железнодорожным Евгением Жирковым. Это интервью 360. Здравствуйте. Действительно, наверное, немножко обидно. Спальные районы Москвы, но есть, признайте, проблемы и с инфраструктурой, и с транспортной доступностью. Начнем с инфраструктуры. Вот когда строился город и строится, продолжает, есть ли какие-то нормативы, что вот здесь, на вот этот район будет 5 детских садов, 2 школы? Конечно, всегда и в советское время существовали строительные нормы и правила. И если строится микрорайон, то к нему всегда привязывается вся и социальная, и инженерная инфраструктура. Соответственно, в зависимости от количества квадратных метров, столько сдается садов. Вот у нас один из проектов, новый микрорайон, так называемый Центр-2. У нас полностью там предусмотрена вся социальная инфраструктура. Это детские сады, это школы, это поликлиники, это корпус к Центральной городской больнице. Конечно, это делается не сразу, в зависимости, как идет сам проект. Но в целом мы уже сдали в этом микрорайоне 2 детских садика. Мы сдали одну школу на тысячу мест. Вот к сентябрю мы снова будем сдавать очередную школу на тысячу мест. Поэтому сегодня все микрорайоны, или же новые строительства, назовем так, строятся со всей социальной и инженерной инфраструктурой. Это вот именно новые. А существует ли дефицит в действующем? Конечно, конечно, существует. И дефицит этот создавался не сегодня, и, скажем так, не 10 лет назад. Я хочу даже сказать, что это началось еще в советские годы, когда вокруг промышленных предприятий создавались микрорайоны для тех граждан, которые работали на этих предприятиях. В основном так строились города. Наш город не исключение. Соответственно, вот мы, когда Андрей Юрьевич Воробьев обратил внимание на дефицит именно с дошкольными учреждениями, неплохо поработали, в том числе и наш городской округ. Из двух с половиной тысяч мест дефицита мы сегодня имеем только 300. Это очень важный момент. Это за какой период вы сделали? Это за период порядка двух лет. Мы очень сильный рывок сделали. Мы практически 2014 год. Это последний год, когда мы снимем полностью проблему с дошкольными учреждениями. Правда, возраст детишек от трех до семи лет. И мы уже постепенно начинаем возвращать и ясельные группы. То есть вводим в эксплуатацию дошкольные учреждения и сразу же какую-то одну группу представляем ясельную для тех мам, которые хотят, в общем-то, пораньше выйти на работу. В этом году мы также введем еще четыре детских дошкольных учреждения. Поэтому я считаю, что мы 2015 год начнем в хорошем настроении. Рождаемость она в целом и по стране, и по Московской области немного поднимается в железнодорожном. У нас есть. Если раньше мы говорили, что у нас прирост идет миграционный, то сегодня, вот прошлый год по отчету, который у нас есть, и я отчитывался перед гражданами нашего города, у нас полтора процента прирост собственного населения. Это очень важно. Мы гордимся этим. Во всяком случае, это такая цифра, которая уже говорит о том, что и политика российского государства, и политика нашего региона, и в целом находит понимание среди молодых людей, которые, в общем-то, сегодня достаточно много имеют льгот, в том числе и материнский капитал. Ну да, ваша задача, в том числе, создавать им условия. Если с детскими садами, я так понимаю, что вы даже уже идете на опережение, да, на темпы роста и рода. К сожалению, пока мы еще не... Нет, мы еще не идем на опережение. Но я говорю, 2014 год будет такой основополагающий, где мы, я надеюсь, что пока все идет в плановом режиме, мы завершим эту программу, у нас дефицита с дошкольными учреждениями не будет. Школы? Школы у нас нет сегодня проблем в целом. У нас нет проблем как по базе среднего образования, так и со специалистами в этом направлении. Поэтому и вот те планы, которые существуют, как и новые микрорайоны, о которых я уже сказал, и существующие микрорайоны, мы в существующих микрорайонах вводим в текущем году до конца года две школы. Одна на 375 мест, вторая на 350 мест. Это наши старые микрорайоны. Это Северная Кучина, так называется у нас микрорайон. У нас есть Южная и Северная Кучина. Это как раз говорит о том, что мы не только можем отчитываться по объектам дошкольного и среднего образования в новых микрорайонах, но и в существующих уже старых микрорайонах мы также можем, как говорит о том, что мы развиваем это направление. И развиваем не из-за того, что у нас дефицит. Мы, скорее всего, учитываем условия, скажем так, вот я уже вам назвал, Южная и Северная Кучина, и у нас одна только там школа, восьмая. И чтобы ребятам из микрорайона Северной Кучина попасть в эту школу, им нужно перейти два участка. Один участок – железная дорога, и второй участок – это Носовихинское шоссе, что небезопасно. Поэтому мы, когда введем школу, мы этот вопрос буквально снимем. Действительно, очень крупный населенный пункт железнодорожный, и часто жители жалуются и на нехватку учреждений здравоохранения. И я знаю, что это даже, наверное, посерьезнее, чем нехватка детских садов. Вы правы. Да, это более серьезное направление и проблема, которая действительно существует в нашем городском округе. Мы уже сегодня заканчиваем проектирование, ну, скажем так, нехватка койка мест в Центральной городской больнице, она также существует, эта проблема. Принято решение, уже проектирование ведется. За счет средств инвесторов-застройщиков мы уже на следующий год приступаем к строительству отдельного корпуса на 150 коек. У нас до недавнего времени была проблема с детскими поликлиниками. И в конце прошлого года мы ввели в эксплуатацию детскую поликлинику уже по всем современным требованиям. Я считаю, что эта поликлиника одна из лучших в Московской области. Буквально недавно был и посещал эту поликлинику Андрей Юрьевич Воробьев дал положительную оценку, ну, во всяком случае, подхода и как технологическому подходу, так и, наверное, нанотехнологиям, которые, если это не громко, используются в этой поликлинике. Просто бич, я считаю, железнодорожного – это дорожная ситуация. Когда люди, и проезжающие мимо, и проживающие там, смогут хоть чуть-чуть выдохнуть, потому что на Савихинское шоссе... Ну, я начну с того, что у нас практически великолепные дороги по качеству. Мы уже второй год работаем по... Это внутри самого железнодорожного. Внутри самого железнодорожного, да. Те дороги, которые принадлежат городскому округу, они, я думаю, что еще следующий, 2015 год, который нам позволит перейти уже в частный сектор. У нас есть несколько микрорайонов, имеющие частный сектор, как микрорайон Купавна, Северная Кучина, Южная Кучина. Это очень важно, чтобы частный сектор, потому что это у нас городская черта, и он считается городом. Соответственно, мы должны сделать все так, чтобы частный сектор чувствовал себя, как в городе, имел централизованную канализацию, водопровод, освещение, дороги. И дороги. Да, совершенно верно. Также и всю социальную инфраструктуру. Более того, вот мы сегодня строим уже внутри связь, такую связующую дорогу, которая позволит соединить центр города с новым микрорайоном «Центр-2» и со старым микрорайоном «Микрорайон Керамик». То есть мы сегодня находим внутри города расширять дорожную сеть. А вот с Назовенхинским шоссе, конечно, это перспектива. Спасибо, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был глава городского округа железнодорожной Евгений Жирков. Это интервью 360. До свидания.